Я посмотрел Арестовича, украинскую мовую интервью Иванову по этим вопросам. И он там разделял понятие политической культуры и культуры культуры, связанной с артефактами, языком и так далее. И мне кажется, что он дал там разъяснение, что я же говорю о политической культуре. Я говорю о том, что мы должны нести, в том числе россиянам, политическую культуру свою. И именно для этого мы должны использовать Невзорова, язык и так далее. Я думаю, что это упирается в какие-то стратегии или, я не знаю, тактики. Может быть, сложно даже мне корректно сейчас применить термин правильный. Мне хотелось бы, чтобы вы сказали, как правильно в данном случае, может быть, использовать термин. Смотрите, вам мой ответ не очень понравится. Я признаю, что этот ответ несколько снобистский. И, смотрите, я сам же, ну, раз смотрел Невзорова. Гораздо реже смотрел Дмитрия Быкова, но тоже смотрел. Очень редко смотрел в латыни, но. Послушайте, ну, это все пропагандисты. Да. При всем моей любви даже к Дмитрию Быкову, который пытается осмысливать нечто, выходить на какие-то обобщения. И, как бы, анализировать их. Но. И в отдельные моменты даже, ну, как бы, демонстрировать мышление. Потому что я, например, слушал его цикл там по литературе. Ну, советской, русской, как я его ни назови. Ну, в общем, столетия. По многим писатель для меня это было откровение, открытие. Как бы, я не могу так интерпретировать, как он. Но мне это было, как бы, интересно. Понимаете, отказ от мышления и отказ от осмысления своих мотиваций, перспектив, смыслов, которые произошел в России, он не решается на уровне пропагандистов. Как и в Украине, он не решается на уровне наших пропагандистов. Поэтому, ну, пропагандисты могут говорить друг с другом, но смысл и перспективы от цивилизации возникают не из разговоров пропагандистов. И меня это, конечно, очень сильно угнетает, поскольку это же некий раскол, и это разрыв, и это, в естественном смысле, снобизм. Это прекрасно понимаю. Но, извините, в ситуации тотального кризиса, в котором мы оказались, иначе нельзя. Если мы не будем добираться до глубин, до фундаментальных вещей, до мышленческих начал, ориентаций, пределов. Если мы туда не будем добираться, если мы не будем подвергать сомнению сам язык, в котором мы говорим. Не язык как вербальный язык, а язык как способ самой интерпретации, которая могла бы становиться публичной. То есть языки в языке. И там, где язык становится подвижным через попытку не только разной интерпретации, но и разных способов прорыва к этим глубинам. Мы не сможем вообще понять, что с нами происходит. Даже не нарисовать стратегию, будущее, перспективы и смысл, а вообще понять, что происходит с нами. Потому что это же очень важно понять, что происходит с тобой. Что происходит. И когда ты понимаешь, что происходит, ты для себя принимаешь решение, что с этим делать. С Россией происходит распад и агония. Что с этим делать? Ее спасать или строить что-то другое. Моя глубокая... С Украиной, кстати, то же самое. Распад и трагедия. Ну, мы можем, конечно, спевать песню, что мы и Колыну педимем, и Украину педимемем. Это все, конечно, с точки зрения пропаганды замечательно. Но, понимаете, я когда учился в школе, меня заставляли говорить слава к опасности. А теперь я уже вроде взрослый, а меня как бы приглашают на интервью. Итак, говорят, слава Украине, я так с прощуром отвечу я или нет. Я им хочу сказать, что, ну, ребята, ну, понимаете, меня первую часть жизни заставляли одну кричать, теперь другое. Я устал от словословий. А можно я вот в этих ритуалах не буду участвовать? Вот в этих ритуалах не буду участвовать. Вот про ваши памятники не буду говорить. В ваших мовных срочах не буду говорить, что это все не имеет никакого смысла. От слова вообще никогда не имела. Не то, что сейчас, вообще никогда не имела. И иметь не будет. Но достучаться до людей очень сложно, поскольку война это такая штука, что за что-то надо держаться. И каждый за что-то держится. Лучше всего держаться за свою семью, чтобы близкие были живы, здоровы. Чтобы твои друзья как-то, если попали на войну, воевали в хороших брониках, с хорошими касками, позаботиться про это. Ну, то есть, как бы, и если ты в своем ареале, ну, как бы, позаботился об этом, да, то есть, как бы, даже о тех, кто на войне, как бы, то как-то ты обеспечил свой род. А лучше всего, как бы, ну, как бы, круг всех своих знакомых, а лучше свой город, а еще лучше всю страну. И это, конечно, все очень здорово. Но может оказаться, что, когда ты вышел из войны, все это обесценится. То есть, ценность это такая штука, что существует недолго. И когда ты что-то назвал ценность, то есть, осознал как ценность, можешь быть уверен, в ту же секунду оно умерло и больше не имеет никакого значения. Смотри, тогда вот, вот очень хорошо ложится в это вопрос от читателей, зрителей у меня в телеграмме моем. Кстати, подписывайтесь, неплохой телеграммчик.